Тема 768. Необычный забор. В Америке большинство жителей живет в своих домах с небольшими участками, которые обычно отделены друг от друга прозрачными заборами, как я видела в некоторых фильмах, потому что не гаже скрывать от соседей свою личную жизнь. Я читала также, что в Европе считается неприличным даже шторы на окнах закрывать, соседи могут подумать, что вы от них что-то скрываете. Жительнице небольшого американского городка Джонсон-Сити, 65 тысяч жителей, показалось это не очень комфортным. Не хочется иногда показываться на глаза соседям, когда ты вспотела или вымазалась землей, сажая цветы на своем участке. При этом загораживаться полностью глухим забором, тоже не Камильфо, что о тебе подумают соседи. И она. Попросила своего мужа придумать для нее такой забор, который с одной стороны, скрывал подробности о ее личной жизни от соседей. С другой стороны, не создавал ощущения абсолютно непроницаемой стены, чтобы соседи не обиделись. Три дня Кенрейт думал, как такое можно сделать. И придумал. Он соединил доски забора в виде решетки так, что за ними вроде было что-то видно, но без подробностей. При этом если изменить немного угол зрения, то вообще ничего не будет видно. Огородил ими участок жены, на картинке, незаконченная работа, просто по ней видно разницу, как было прозрачно да и как стало комфортно после, и даже не собирался создавать на этом бизнес. Но соседи обратили внимание на это новшество и захотели себе такой же забор. Кен решил запатентовать свое изобретение и открыл фирму по производству таких заборов. И не только заборов. Он понял, что такие перегородки пригодятся не только в саду, но и в доме, квартире. Ведь точно так же можно культурно загородить свое внутреннее пространство. При этом со стороны почти ничего не будет видно. И свет, и воздух сквозь такие перегородки проникает, так что дискомфорта не будет. И выглядят они очень симпатично, как вафли, такая необычная огородительная мебель. Говорят, на местной выставке производители все были. Очарованы этим забором. По интернету пошли восхитительные отзывы и можно надеяться, что бизнес у американского рукодельника пойдет неплохо. Зачем я об этом пишу, если наши люди живут в большинстве своем в многоквартирных домах и запираются на железные двери? Каждый человек для себя может что-нибудь придумать, сушилку для белья, в которой можно было крутить ручку, чтобы белье крутилось и быстрее сохло, приемник белья из стиральной машины, а то когда достаешь из стиралки кучу белья, что-нибудь обязательно упадет на пол, ящик для картошки, из которого не сыпется земля, бочку со шлангом и душевой насадкой, с помощью которой можно было принимать летом теплый душ, когда отключат горячую. Воду в квартире, полтора года назад я искала подобную вещь на российском рынке, не нашла, пришлось делать самой. И так далее. Если вам это пригодится, то, возможно, такая же вещь понадобится и другим. Если люди ваше изобретение оценят и захотят приобрести, считайте, что вы на пути собственного бизнеса. Только надо свое изобретение запатентовать и затем начать массовое производство. Возвращаясь к американскому необычному забору. Его создатель назвал свою фирму, или свой забор, красивым именем DualVailatica и зарегистрировал под него домен dualvailatica.com. Сайт пока не работает. Именно на этот e-mail я и написала с просьбой указать цены на его забор. Кен мне ответил, что сейчас он занят поиском производителя, чтобы делать эти панели быстрее и дешевле, поэтому какова будет окончательная их цена, он сказать не может. Но спрос на его забор превзошел все его ожидания, именно поэтому он и не может больше производить их вручную, просто не осилит весь объем работ. Так что тем, кто заинтересовался именно этим забором, придется некоторое время подождать, пока заработает сайт и изобретатель договорится с производителем о ценах. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают